Здравствуйте друзья и гости моего канала, в этом видео пойдет речь о мотыле. В водоеме на дне лежит ил, так вот именно в нем и обитает мотыль. Если хотите сэкономить на покупке, готовьтесь к тому, что его потребуется собственноручно промывать на берегу, чаще всего данная приманка сконцентрирована непосредственно в углублениях. Мотыль это личинка комара, дергуна, это одна из самых популярных наживок у рыболовов любителей, на мотыля ловят круглый год, особенно глубокой осенью, весь зимний период и весной, личинка комара окрашена в рубиновый цвет и не толще спички. Личинок издавна добывают подсаками, ведрами с мелкоячейстой проволочной сеткой или совковой лопатой, закрепленными на длинном шесте. Крупного и мелкого мотыля, смешанного вместе, легко рассортировать, для этого в сито, погруженное в чашку с водой, высыпают личинки, мелкие проходят сквозь отверстие и оказываются в чашке, а крупные остаются в сите, мелких мотылей чаще используют для прикормки рыб, а крупных – для приманки. Хранить мотыля дома можно в банке с водой в холодильнике. Банку лучше взять широкую, так, чтобы личинки покрывали ее дно слоем не более 1 см, раз в 3-4 дня необходимо менять воду, а раз в неделю убирать погибших личинок, для этого нужно переложить мотыля в сито, опущенное в емкость с водой комнатной температуры, живые личинки переместятся из сито в саму емкость, стоит отметить, что при правильном хранении мотыля в домашних условиях процент гибели прикормки будет практически нулевым. Друзья, наближается весна, а значит и рыбалка, как я и сказал, что круглогодичной лучшей наживкой будет мотыль. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, и по желанию поделитесь видео с друзьями, спасибо, и удачной рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok